Сегодня в нашей коллекции. Таинственный мюзикл. Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии продолжает знакомить зрителей с мировыми шедеврами. На днях театр представил премьеру музыкального спектакля по пьесе Виктории Жогиной по мотивам одноименного романа Фрэнсис Бёрнит «Таинственный сад». Удивительно, но за сто лет со дня выхода одной из самых популярных книг в России она ни разу не была поставлена на музыкальной сцене. Петербургская постановка первая и пока единственная. Ужасный характер. Кроме того, плохо говорит по-английски. И зовут ее соответствующая. Мэри все наоборот. Таинственную историю десятилетней девочки, волею судьбы, оказавшейся в старинном и весьма запущенном английском замке, рассказали в Петербургском театре музыкальной комедии. Она осталась одна без родителей. Ее отправили в дом к своему дяде Арчибальду Крэвину в Англию, в замок. И там вот она начинает творить чудеса. От чудес зрителя ничто не должно отвлекать, решили авторы спектакля. И отказались от дорогих декораций. Во всяком случае, буквальной иллюстрации английского замка на сцене попросту нет. Там нет таких строго каких-то английских или индийских мотивов, так как главная героиня приезжает из Индии. Там есть мир ребенка. Музыка. Именно она призвана передать чувства маленького человека, столкнувшегося с незнакомым и не вполне дружелюбным миром. Решить такую творческую задачу под силу только признанному мэтру. Знаменитый детский композитор Сергей Баневич к минималистским экспериментам соавторов спектакля отнесся благосклонно. И не побоялся доверить постановку молодым. Они должны что-то взять от нас старых, таких ветеранов. И они еще такие чистые, не очень театральные, тусовочные, как это называется. Я думаю, что это будет заметно зрителям. Это такая честная игра, честная игра. Спектакль уже получился историческим. Не только из-за театрального дебюта постановщика. Главная героиня Мэри Ленокс отмечает юбилей. Книга про волшебные приключения девочки вышла в свет ровно век назад. Сергей Баневич уверяет, что это случайное совпадение. Ведь писать музыку к постановке он начал почти три года назад. Но не отрицает, что очень любит повесть американки Фрэнсис Бёрнетт. От себя я еще вел немножко так, чуть-чуть, как я смог. Это такой селеджерский мотив. О том, что дети, взрослые, это очень враги, потому что взрослые искажают этот мир. А дети, ну вот, видно будет в спектакле, что они хотят, чтобы он был другим. И вот эта тема такая сквозная. Как помирить взрослых и детей, в общем-то, и решали авторы постановки. Поэтому их спектакль, возможно, получился совсем не детским. Мне бы очень хотелось, если мы этого достигнем, то для меня это будет самое дорогое. Мне бы очень хотелось, чтобы это был не социальный, не коммерческий проект, чтобы это был семейный проект. Чтобы приходили в первую очередь родители с детьми. И чтобы после спектакля был диалог. Чтобы дети, что-то, может быть, недопоняв, спросили, мама, почему? И мама, не думая о кризисе, не спеша к косметологу, именно посмотрела на ребенка и поговорила. Станет ли при этом постановка еще и коммерчески успешной? На этот вопрос ответит только время. Его отсчет уже начался. Во всяком случае, у петербуржцев шансы увидеть и услышать историю про таинственный сад еще будут. Почину.